Решетка для подсудимых прямо в зрительном зале культурного центра МВД. На заседании только обвиняемые адвокаты и приставы. Уместить всех участников процесса в зале суда не удалось, потому слушание проводится здесь. По делу, в котором более 200 томов, проходит около полусотни человек. Черные риэлторы работали в Самаре 4 года. Пресечь преступную деятельность полицейским удалось только в 2013. По данным следствия, участники ОПГ подделывали документы и отбирали квартиры у пенсионеров и лиц, ведущих о социальный образ жизни. Последних вывозили в Сызрань, снабжали алкоголем и просили подписать пустые листы, которые потом с легкой руки мошенников превращались в доверенности на недвижимость. Затем квартиры продавали через поставных лиц. В данном уголовном деле имеется эпизод, где в пожилом возрасте потерпевшая, будучи обманутой, а именно мошенники сказали, что она едет в пенсионный фонд расписываться за пенсию, привезли ее в грехпалату, где она расписалась в купле-продаже квартиры, будучи обманутой о том, что она расписывается за получение пенсии и увеличение пенсии. В деле 39 потерпевших нанесенный им ущерб оценивается в 90 миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере и организацию преступной группы обвиняемым грозят реальные сроки. Наказание зависит от степени участия в черной схеме. По словам защиты, некоторые оказались на скамье подсудимых, будучи жертвами обстоятельств. Не участвовал, вину не признает. Скажет так, что он стал жертвой обстоятельств. И все, что сейчас было зачислено, уважаемый госаввинение, не в полной мере соответствует действительности. Будем искать правду, пытаться доказать свою невиновность. Больше идет как, грубо говоря, подстава. Она в полной мере не знала, что там происходит. Ей говорили, что делать, она делала. Но, как еще раз повторюсь, ничего это не подтвердилось, что именно ей вменили, что ее инкриминируют. Будем отбиваться в любом случае оправдательного приговора, будем идти до конца. Следующее заседание по делу о черных риэлторах состоится 5 октября. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.